Ну, Путин, конечно, является личностью, а не функцией. Путин доказал, что, как к нему не относиться, он является выдающимся политиком, который, безусловно, своими действиями, а, расширил свою базу власти в ближнем окружении и сумел создать и провести к высшим эшелонам власти круг достаточно преданных и близких ему людей, на которых он смог опереться в проведении своей политики. Б. Провел достаточно серьезные социальные преобразования в стране в рамках консенсуса, который был когда-то достигнут между либеральной и бюрократической частью истеблишмента, между, условно говоря, отечеством, ну, между группировкой Лужков, Шамиев, Примаков и либеральной «Единой России», которая тогда формировалась там фактически как часть ельцинского наследия в конце 90-х. Одной из задач Путина было достижение консенсуса. Безусловно, он с этой задачей справился, элита находится в рамках некого консенсуса. Все, кто пытался в консенсус не вписаться, так или иначе вытеснены или политически уничтожены, подобно Ходорковскому. Поэтому, безусловно, Путин является политиком. Политиком серьезного, такого макеавелевского глубокого склада. Политиком, который понимает, что он делает, зачем он делает. Цель политики Путина – это, собственно говоря, достижение полного суверенитета России, в которой он является лидером. И достижение суверенитета, то есть преодоление колониальной зависимости Российской Федерации, которая возникла в начале 90-х, в годы распада Советского Союза, и легитимизации Ельцинского правительства, Ельцинско-Гайдаровско-Чубайсовского правительства. Эта легитимизация была невозможна, естественно, без уступки части суверенитета Соединенным Штатам Америки и Западу. Путин восстанавливает суверенитет разными способами. Но, в целом, этот процесс идет тяжело, но достаточно успешно. По крайней мере, мы видим поступательно. Если отрешиться от истерии, он в какой-то мере восстанавливает территориальное, скажем так, пространство, подчиняющееся Российской Федерации. Или методом прямого включения территории в Россию, такими как Крым. Либо созданием или инициацией, или поддержкой проектов интеграционных, типа Таможенного Союза. То есть, на самом деле, он пытается идти по тому пути, по которому, согласно этой теории, Россия должна идти как великая евразийская держава. Империя или она будет, или республиканская империя. Это уже детали. Важно, что в этом роль Путина он видит именно так свою роль. Эту роль он так или иначе неуклонно, как тот караван, который идет, несмотря на лай сапаг, пытается осуществить. Будет ли это осуществлено, это мы, как говорится, посмотрим. Но в целом, успехи на этом пути очевидны и несомненны. Есть, конечно, и неудачи какие-то, но успехов, на мой взгляд, серьезных гораздо больше.